так все погнали дальше пофиг пускай кутят не кутят потому что я так писать просижу еще так много часов подряд и пока подожду их котят так гадят они всегда гадят в выходные почему-то я не знаю почему так нравится походу выходные гадить сейчас еще секунду еще секунду еще секунду и пойдем дальше мне по чесноку самому же хочется найти какой то интересной темы по ней работать но в то же время по своему опыту знаю что спешить с этим не стоит потому что это очень и очень важно очень и очень важно так на что так Так. Нет. Нет, 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 нет. Так, ура. Ура, ура, ура. Так, и... Так, всё. Погнали. Так, 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 на чём я остановился? Я остановился на Амазоне. На Амазоне я остановился. Смотрим. Вот тут есть, допустим, всякие наушники. Да, сразу скажу, что лично я не буду продавать точно какую-то попсовую электронику. Попсовую электронику типа наушников, например. Потому что, во-первых, мне эта тематика не особо интересна. Мне как бы одел наушники, ну, наушники, наушники и чё. Вот, и во-вторых, такие попсовые категории, они очень высококонкурентны. Вот мне интересны более узкие ниши. Прям какие-то узкие товары, которые пользуются или не очень большим спросом, или же это товары, которые пользуются большим спросом, но они в теории не будут интересны каким-то веб-мастерам. То есть, допустим, какая-то мебель там уникальная, да, или необычная. То есть, веб-мастера, вот они как-то... Обычно веб-мастера это кто? Это мужчины, да, в возрасте от 20 до, там, 40, там, до 50 лет в среднем. Вот, это те, кто занимается созданием сайтов и разработкой сайтов, приложений, вообще шарят в этих всех IT-штуках, да, которые программисты. Вот, это СЭС в среднем, конечно, по больнице. Вот, и они очень часто думают о том, что, как бы, стараются тоже выбрать категорию, которая интересна им. Вот, и так как большинству веб-мастеров, да, интересно, там, какие-то электроника, то они сразу хватаются за электронику и, как бы, начинают по ней создавать какие-то магазы. Вот, и какие-то вещи. Но на самом деле, блин, это, как бы, я... Пусть лучше в моем случае будет неинтересно, да, лично мне, но зато это будет какая-то узкая ниша, которая такая... Короче, необычная и не на виду у всех. Вот что-то такое мне нужно найти. Вот, как я уже говорил, опять, конкретики тут нет. То есть, нет какой-то там волшебной формулы, при помощи которой вы там найдете супертовар и сможете потом под него создать магаз, создать приложение и все это, как бы, делать. Так, топ-деалстудей, давайте зайдем. И еще, вот, где же у них были лучшие товары? New, Best Buy, Like New Smartphone. На них есть где-то трендинги, но трендинги не... Так, вот это и есть, только по... Это по видеоиграм есть. А мне нужны трендинги по всему. Тоже нужно чуть-чуть вспомнить, как тут ориентироваться. Вот так. Вот есть вот раздел Deals and Promotions. Вот интересный раздел. Так, 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 это Deals and Promotions. Это всего или только отдельная категория? Нет, вроде как всего, вот. Давайте в Amazon его сохраню куда-нибудь. Deals. Вот так вот. Вот, и что тут продается? Это как акция, получается, акционные товары. И смотрим, что тут есть. Что тут, что тут есть. Беспроводные наушники. Какая-то интересная лампа. Опять, мне нужно... Ну, есть, конечно, вероятность, что я прямо найду какой-то супер уникальный товар и один товар, допустим, в разных цветовых категориях какой-то, и пойму, что вау, это офигенно, и я чисто под него буду делать сайты и приложения. Но это очень маловероятно. И при этом мне не нужно так, чтобы в категории было супермассовое количество товаров. То есть, чтобы там было товаров, там, не знаю, под тысячи или там несколько тысяч. Мне этого тоже не нужно. То есть, идеально, чтобы можно было выбрать из категории 30-40 каких-то топовых товаров. Вот, и сейчас мы, собственно, посмотрим, и, может, я себе что-то присмотрю. Это че для наушника фигня. Нет перевода, нет перевода. Quick Disconnect Kit. Короче, для электрики че-то, походу, чтобы крепить, обжимать провода, наверное. Так, стих детский. Прикольная штука. Я на детских площадках на таких часто качаюсь. У нас тут в Москве возле дома много таких качалок. Они, типа, побольше. Я прямо ложусь там и втыкаю в какую-нибудь или игруху, или читаю что-то, слушаю. Расслабляюсь, короче. Потому что выйти тут особо тоже негде. Ведь и асфальт до ближайшего леса. Нужно ехать на велосипеде. Поэтому, когда хочется пройти, просто. Альтернатив не особо много. Вот так. Так, так, так. Пока ничего не приглядывается. Опять, это чисто вот субъективная такая тема. То есть, я не могу вам сказать, как именно выбрать какой-то товар или какую-то категорию товаров. И прямо, чтобы она затащила. Потому что я сам не знаю. Да, у меня просто должны сложиться какие-то элементы в голове моей. Вот. И тогда... Тогда я что-то найду. Вот. И это часто не быстро. То есть, я вот могу смотреть-смотреть. Могу на что-то наткнуться. Вон, на какую-то фигню. И я как-то ее даже не запримечу. Вот, а через неделю у меня прямо осенит, что, блин. Клевая тема. Клевая тема. И по ней зацепили и приложения, и сайт, и один или несколько сайтов. Вот. И буду радоваться. Подставки для телефонов. Кто-то их покупает. Да, 1300 отзывов. Тут есть категория отдельная с этими штуками. Интересно или нет. Категория, категория. Antif, slip, base, and... Наверное, вот так пример. А, вот, stance. Стенц, stance, stance. Есть вот такие на шнурках. Есть вот такие. В теории, допустим, можно, да, как пример вам. Я, наверное, не буду создавать. Вот. Вот, ну, как пример тем, кто хочет, вот, приведу пример. Сайт по держателям вот таких вот телефонов. Да, то есть, можно замутить вот тогда. Такой держатель, такой держатель, такой держатель, такой держатель. Да, я знаю, что оно гудит, но как-то мне этот... Я не хочу выключать, поэтому я продолжаю. Вот. Если вам это критично, то, ну, что ж поделать. Вот. Потому что вечером не хочу я работать. Хочу пойти погулять вечером. Вот. Повлиять я на них тоже не могу. То есть, люди делают ремонт, пускай себе делают. Я тоже недавно буквально тут гудел и делал, поэтому... Ну, не я, а рабочие. Вот. То есть, можно создать такой сайт. Выбрать отсюда, вот, сгруппировать как-то... Есть ли тут по рейтингу какая-нибудь сгруппировка? Можно, короче, по отзывам, да. Вот смотришь, 1300 там отзывов. Нормально. Да, смотришь, там 4000 отзывов. Это как и зарядка получается, вроде как. Беспроводная, да. Насколько я понимаю. Вот. Но суть такая, да. Делайте магазин по держалкам вот этой фигни. Да, делайте, как я вчера говорил. Давайте тут. Так, а где еще один плюсик? Ау. Я хочу добавить еще сюда. Так, я что-то не понимаю. Ну, ладно. Вот так через... Тут плюс. Странно, конечно. Обычно вот справа от плюс, и новое это открывается. Ладно. Так, он обычно делается. Я вчера говорил, еще раз повторю. Так, и сейчас, секунду, я еще посмотрю запись. Я включил запись, да, ну, окей. Хорошо, а то мало ли забыл. Тут запись просто отдельно включается. Делается на WordPress, да, потом, то есть, вы мутите WordPress плюс WooCommerce, разбирайте в этой теме. Дальше вам нужно найти шаблон, да, чтобы найти шаблон, пишите WooCommerce. Вот, same, и тут какой-нибудь на Same Forest, а не этот, в контексте рекламе, даже Same Forest, молодцы какие. На Same Forest для WordPress, вот WooCommerce, калочку ставите, тут дофига разных плагинов. Выбирайте себе плагин, точнее эту тему для WordPress, и на основе нее уже смутите интернет-магазин. В итоге, как это будет выглядеть, я вчера показывал, еще раз покажу для тех, кто не в теме. Вот, я на этом, на мегатопе у себя, вот этот сайт создавали. Вот так примерно это будет выглядеть. Магаз, в котором есть всякие штуки, да, вот именно этот магаз, это магазин с интересными товарами с Алиэкспресса. Да, то есть, ну тут все такое необычное, какие-то вот милые, код антистресс, например. Я хрен знает, что это такое. Вот так это выглядит, да, и по ссылочке переходится на партнерку Алиэкспресса. То есть, вот, вот ссылочка, и она, как видите, тоже несколько редиректов и кидает на партнерку, ну, точнее, на уже сайт на Алиэкспресс. Вот, ну, то же самое и делать с Амазоном, да, но, как я уже говорил, в принципе, партнерка Алиэкспресса к ней тоже сложно подключиться. Вот, в моем случае у меня вывод денег там идет через юрлицо, которое находится, короче, в другой стране. Вот, ну, можно, да, у Алиэкспресса есть там русские аналоги, и, как же это называется, этот... Короче, пишите, Алиэкспресс партнерка, например. Если вы хотите с Алиэкспрессом работать, вот, EPN сервис, да, вот у них есть партнерка, также можно с Алиэкспрессом через них работать. То есть, этот вывод, как бы, если в моем случае у меня вывод только на юрлицо идет, которое в Европе находится, то через EPN вы можете на физлицо вывезти там куда вам, куда угодно. Вот. Выбирайте тему и, собственно, мутите себе магаз. Вот в моем же случае магаз на английском языке, да, поэтому я... И я ориентируюсь под Амазон, поэтому, собственно, Амазон это моя, типа, тема. Вот. Так, поехали дальше, посмотрим, что тут еще есть в топ-категориях. В топ-категориях что тут еще есть, посмотрим дальше. Амазон, Амазон, так. Все же, навигация у них не очень сделана, если честно. То есть, найти вот эти вот топ-категории и всякие эти... Довольно сложно. Дилов сады еще есть. Че это такое? Как какие-то щипчики. Твизер, гуру. Твизер. Просто щипчики, а не, для выщипывания бровей, окей. Все эти женские штуки я не очень понимаю. Эрэйсер, эрэйсер, эрэйсер. Я сейчас думаю, есть ли еще варианты какие-то быстрее как-то найти нишу. То есть, допустим, быстрее найти какие-то товары, чтобы не лазить вот так на сайте и там, не знаю, рассматривать все это. А как-то быстрее. И, знаете, нету никаких вариантов. То есть, вам нужно лазить на сайте, смотреть и втыкать. Есть, допустим, вот еще одна тема. Где-то вот заметил. Тема экономии воды. Есть сейчас много разных кранов, которые якобы экономят воду. Но они, в принципе, в теории и экономят воду. Так, на практике не проверял. Ну, на ютубе вроде смотрел ролики. Как бы экономия есть, которая распыляет воду. И она, как бы, с одной стороны льется так же, с другой стороны в два раза меньше потребляется. Вот можно, допустим, создать отдельный там блок, отдельное, отдельное приложение, в котором будут всякие все эти товары для экономии воды. Вот. И там вот такие вот краны разные размещать, которые, собственно, экономят якобы воду. Или не якобы, которые реально экономят. Вот тоже такая, получается, узкая тема. То есть, понимаете, к чему я клоню. Да, я ищу узкие темы. Вот. Узкие темы, при этом, как бы, которые актуальны. Актуально узкие темы. Так. А что такое? Супер-розетка какая-то. USB-шники. Тут обычные розетки. Или это для этого? Для компа, типа. Может быть. Короче, если электричество вырубается, он какое-то время будет тянуть EBP, или как он там называется. Так. Что тут есть еще? Что тут есть еще? Так, сниму я обруч свой. Это у меня наушники обруч. Одно давит другое. Так. Тут... Тут ничего интересного, как по мне. В принципе, есть масса замутить. Конечно, оно уже довольно попсово. Вот. Но... Я думаю, если захотеть, можно что-то придумать. Вот по всяким типом наушникам, которые беспроводные. Их сейчас продается много. И... И можно замутить вот отдельно узкой такую нишу по продаже вот этих наушников. Обзоры наушников, да. То есть, естественно, вам придется или найти человека, или самому писать эти обзоры. Так. Где вы будете там сравнивать что-то. Возможно, вам придется заказывать самим наушники и, собственно, слушать, как они там звучат. Это тоже, в принципе, не настолько сложно, как кажется. То есть, вы можете покупать там, допустим, бушные где-то, да. Или сами заказывать, послушать, а потом там продавать на том же Авито. Там, не знаю, 20% меньше вы как бы потеряете, но зато вы запишите обзор. То есть, вы заказали таких наушников, там, не знаю, на 30 тысяч, например. Вот. Потом послушали, сделали обзоры, записали и продали. Или в итоге, там, не знаю, потратили, ну, на них, там, 3-4 тысячи потратили, да. Все остальное, типа, вернули. То есть, можно так делать. А можно без обзоров, а на основе сторонних обзоров делать текстовые обзоры. Да. Или же создать одно видео, в котором сделать какой-нибудь видеообзор, где сделать, типа, совместить все обзоры, основные, вот, как бы, самое основное по всем обзорам по этим наушникам и сделать свой какой-то вывод, да. То есть, без имения таких наушников. Короче, можно много чего сделать. Вот. И вариантов много. Главное, захотеть этим заниматься. Так, это что, это что, какие-то штуки. Зачем их используют? У меня вот тоже такая есть. Я понимаю, кто для скалолазания использует, но это же не для скалолазания. Или для скалолазания. Ну, просто вот на рюкзаке тоже висят, да. А что на них вешается-то? Ну, вот он повесил ее на рюкзак. А на нее что вешать? Палки какие-то? Ну, они не крепятся, по-моему, палки сюда нормально. Ключи. Дно какое-то. Бутылку, да, она же болтаться будет. Вот, ладно, хрень какая-то. Хрень, хрень, хрень. Так, что тут есть еще? Что тут есть еще интересно? Эти на даче вот такие. У бати у меня вставлены. Тоже беспонтовая штука, как по мне. Рыбалка. Для животных. Смотрите, какая тема. Тоже хорошая тема. Честно скажу, прямо, во-первых, довольно узкая тема. Во-вторых, можно... Как бы по деньгам есть деньги у этих людей, у этой целевой аудитории, у которых есть собаки. У них есть деньги обычно. И замутить сайт со всякими там сумками для собак, например. Да, вот, для машины сумки, для спины сумки, для велосипеда сумки. Те, кто любит ездить с собаками. У меня, я с другом катаюсь, у него тележка специальная для его кошки. Вот, и он возит кошку в этой тележке, да. А второй друг в тележке, в велосипедной, но сейчас уже не возит, там девочка у него выросла. И девочку возил еще там с собакой маленькой. Вот, поэтому... Поэтому тема интересная. Да, я себе тоже, кстати, сохраню ее. Давайте-ка... Назову отдельную папку. Вот, назвал отдельную папку. Все, сохраняю. Как интересная тема. Так, 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 что тут есть? Аромотерапия. Вот, это исключительно интересно мне, потому что я раньше вообще всякие аромотерапии как-то и масла. Я думал, что это непонятная штука. Вот, а так как я сейчас... Мне нравится, особенно перед сном, так расслабляться и кайфовать. Вот, я там йогу, йогу всякую делаю, медитации всякие. Я там свечки зажигаю. И вот скажу я вам, это крутая тема. Это крутая тема. Но я не могу придумать, как под нее чисто аромомасел магаз какой-то сделать. Ну, в принципе, можно. В теории можно. Как этот... Так, сюда, если нажму, что будет... Да, вот. А это масла, видите, это масла для таких вот, типа штук. Вот, у меня просто свечки. У меня просто свечки, которые пахнут вкусно. Ну, это тоже крутая тема. Хм. Ну, а ведь сюда небольшая. И интересно. Что-то я даже тут задумался себе такую фигню купить. Потому что свечки хорошо, а такую фигню, наверное, тоже прикольно. Мне, знаете, нравится, когда такой запах хороший. Ты такой лежишь, отдыхаешь, расслабленный. После дня такое тело расслабляешь. Это офигенно. Это офигенно. Поэтому я люблю всякие такие штуки. Так, ладно. Это так, пускай. Вот то, что у нас свечится, мне вот пофиг. Мне не нравится, когда свечится что-то. Да, вот как она работает, наверное, клёво. Наверное, клёво. Ладно. Что такое? Фингернейл. Скраб. А, щётки при чём тут? Видите, тоже, с одной стороны, можно там замутить магаз какой-то по уходу за ногтями. Чё-то типа того, какие-нибудь, лаки продавать или какие-то скрабы или ещё чё-то. Но это, наверное, должно нравиться. То есть, если вы занимаетесь этой темой, то... Но, с другой стороны, опять-таки, понимаете, что, как я уже говорил, целевая аудитория веб-мастеров, которая всеми этими штуками занимается, это обычно мужчины от 20 до 50 лет. И они часто на вот эти женские тематики, они, короче, не смотрят. Да, и конкуренция из-за этого тут чуть-чуть, типа чуть-чуть, а может, и не чуть-чуть, иногда ниже, чем в других тематах, в какой-нибудь электронике, например, которая мужикам, типа, обычно нравится. Вот я говорю, как бывший владелец сети сайтов по макияжу, маникюру, прическам, стрижкам и всему такому прочему. Вот у меня был женский интернет-магазин, который... Да, даже несколько, наверное, интернет-магазинов женских у меня было. Вот, короче, я знаю. Я знаю, о чём говорю. И тема, в принципе, тоже интересная. Вот, но, опять, если вам это совсем не интересно, и у вас нет человека, который будет заниматься наполнением, который будет хорошо реально наполнять сайт, то, возможно, вам не нужно этим заниматься. Вот. Чё, дур-крайм. Это типа... Типа часть тёмного дома какая-то или чё такое. Но сенсор, сенсор. Ну, как я понимаю, по звукам, что ли, ориентируется. Если звуки какие-то есть, начинают пищать, и, может быть, чё-то там отправят куда-нибудь пуш-оведомления или чё-то такое. Вот. Ну, естественно, для него, наверное, нужен какой-нибудь хаб, потому что у меня тут тоже сейчас вот лампочки все типа умные, а хаба нет нифига, поэтому и не работает. Точнее, не работает как неумный. Так, что-то здесь есть ещё. Так, для тех, кто только там присоединился и только смотрит, что я делаю. Я выбираю тематику или группу товаров для того, чтобы потом создавать интернет-магазин или приложение и продавать эти товары. И ещё специфическую тематику по разным факторам, чтобы у неё не было большая конкуренция, чтобы эти товары были интересны, и при этом интересны мне, и людям, и вообще факторов очень много, но вкратце такая, да, тематика. Так. Пи-кар-та. Для камеры. Башка называется для камеры. Хэт. Мавгвардс, чё такое хэви дёти, антигринт. Шо такое, шо такое? Ма-ма-маус. Правильно, маус или мауф. Как правильно это говорить? Мауф. 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 Как-то так, мауф. Короче, да, чтобы защищать свои зубки. Такую штуку ставить, и якобы ваши зубки защищаются. Так. Ну да, я видео хочу посмотреть. О, сори. Не думал, что так громко она будет. Так, так, так. Ну, короче, какие-то картинки реального описания товара. Как видите, в общении, ну, улыбнить. Покажи. Вот видите, они не показывают реально, как оно выглядит. Потому что, скорее всего, оно выглядит не очень хорошо. И если бы они реально показывали на людях вот этот товар, то его бы никто нифига не купил. Да, вот так она смеётся и показывает. Вот она такая довольная. Вот она деле, как бы, не очень. Вот. И чё она там должна защищать, непонятно. Потому что, как бы, объяснить-то. Ну, короче, не ясно, как она. Жевать-то с ней, наверное, вообще мега неудобно. Вот, если вообще можно. А просто ходить с ней, и чё она? Чё защищать там? Так, это чё такое? Лизер. Так, ладно. Это не с плодрема. Ну, арома свечки. Арома свечки. Как я уже говорил, тема клёвая. Всякие детские кресла. Ещё тоже интересная тема. Так, детское кресло по-английски. Children какой-нибудь. Давайте, лучше пусть сразу переводчик нормально переведёт. Чтобы я не гадал. Так, ну, Russian. Ладно. Офигенно. Вот это вот, я не могу объяснить, как с этим переводчиком, который переводит с русского на русский и думает, что это нормально. На любой бы уже хотя бы переводил рандомно. Babychair. Да, Babychair. Вот. Можно создать сайт с этими Babychair. Понимаете? С одной стороны, тематика довольно широкая, но в то же время не могу сказать, что прямо... Короче, можно. Можно с ней работать. Вот. Но тут, правда, 400 страниц этих Babychair. Всего у них товаров получается больше 10 тысяч. Ну, сами понимаете, да? Так, а тут, во, есть, кстати, по этим, по Reviews можно корпировать. Но это не то. Вот по количеству Reviews было бы клёво. Вот по количеству... А Future это... А Future это что? А, Future это стандартно, как я понимаю. Future. Вот было бы клёво, если бы можно было по количеству Reviews, это было бы клёво. А, ну, опять-таки, есть... Смотрите, если брать тот же Amazon, то по правилам у вас должен быть на сайте уникальный контент. То есть тема следующая. Если вы просто берёте отсюда картинки, если вы просто отсюда берёте описание, то, собственно, Amazon. Amazon вас в свою партнёвку не примет. А как я уже вчера говорил, сайты, которые созданы под Amazon, их и Google AdSense не принимают. Ну, в моём случае, да, по моему опыту именно так. Да, может у вас будет по-другому. Да, у меня именно так. То есть в итоге вы создаёте сайт, тратите время и деньги. Да, если вы не наполняете его уникальным контентом, а просто вот берёте отсюда описание, там, что-то копируете, то, собственно, ничего у вас не получится хорошее. Поэтому нужно или обзоры писать, нужно или же что-то придумывать. Может быть, не особо уникальную информацию из других источников, но при этом как-то, чтобы Amazon это там не запалил. Да, нужно этот момент учитывать. Вот, и давайте так, мне что-то чуть-чуть поднадоело смотреть лучшие товары. Давайте-ка я вам покажу, как это всё должно выглядеть. Вот тут создам. Я уже эти сайты смотрел много раз, но всё равно. Смотрите. Вводите. Best affiliate Amazon. Типы того что-то. Сайт. И смотрите, что тут есть. То есть, грубо говоря, если вы хотите создавать сайт под Amazon, вам нужно изучить уже те сайты, которые есть под Amazon. И заходим на парочку из них. Это очень известные сайты, все, которые здесь собраны. Вот, и как это выглядит? Как это вообще должно выглядеть? Так, интересно, что это такое. Best VPN под Amazon. Причём тут странный сайт. Вот эти вот какие-то странные сайты. Ладно, сейчас посмотрю. Pro Privacy. А где-то в Pro Privacy был. Это Redirect какой-то, да? Redirect какой-то. Откуда Redirect? Покажи. Best VPN перемещает в Pro Privacy. Так, ладно. А тут Amazon что-то есть. Не похож сайт на Amazon, если честно. А, вот туда не похож. Ладно, закрываем его. SetSuite Setup. SetSuite Setup. Так, это что-то тоже странное. Где? Где Amazon какие-то штуки? Чуваки, где Amazon штуки? Так, ладно, тоже закрываем. Это не то. Всё не то. Какие-то... Корсу, короче, тоже не то. Вот это точно то. Этот сайт я знаю. Этот тоже я знаю. Вот. И этот я знаю. Причём тут те прошлые сайты были, я фиг знает. Всё, смотрим. Первый сайт. Как пример. Как пример того, о чём я говорю. Первый сайт – это всякие интересные товары. Это примерно то, что я на своём сайте, который экспресс-молл хотел воплотить, но я не особо запаривался. Да, тот человек, естественно, запарился больше, чем я, и как бы он намного больше работал над этим. Вот основная фишка следующая. Что тут есть? Тут есть какие-то такие самые интересные товары из Амазона. Как бы каталог самых интересных товаров. Вот. Предположим, давайте-ка возьмём... Что это такое? Поппинг той. Уж... Уж... Так. Крылик. Упс. Интересно, мы тут... Смотрите, тут, короче, тема, что каждый товар, когда ты на него нажимаешь... То есть, тут вообще есть заколовок товара, картинка по товару, и описание товара, то сколько? Два предложения, да, там три предложения. Два. В основном два предложения, кстати. Интересно, везде тут два предложения? Да, походу везде, смотрите, два предложения. Даже три предложения нигде нет. Вот, но два таких длинных предложения. Вот. И дальше, когда ты нажимаешь на товар, то есть, ты хочешь, допустим, такой контейнер купить себе под мини-хаус. Сейчас Тайни-хаус, популярная тема за бугром. Вот. Вот, они делают из таких контейнеров клёвые штуки. Вот. Там есть клёвый канал с этими Тайни-хаусами. Вот, может, потом покажу. Потому что... Потому что я вот сейчас стримлю всякие по заработку штуки, да, как заработать, как сделать сайт. Вот. Но мне также интересно. Вот внутри, как оно выглядит, кстати. То есть, кажется, что это какая-то фигня. Да, внутри, в принципе, клёво. А некоторые и снаружи делают очень клёво. То есть, я как любитель таких штук, мне прямо вот это всё нравится. Вот. Но этот Тайни-хаус стоит 36 тысяч баксов. Вот. Но фишка следующая. Смотрите. Вы клацаете и попадаете, да, на Тайни-хаусы, на Амазоне. Вот. Естественно, если кто-то через вашу ссылку купит вот этот вот товар за 36 тысяч долларов, то вы очень нехилую комиссию отгребёте, там, на которую можно, там, несколько месяцев, наверное, жить будет. Вот. И этот хаус, во-первых, смотрим редирект, да, то, что тут получается напрямую редирект на Амазон без какой-либо партнёрки. То есть, у Амазона, в принципе, есть ещё сторонние партнёрки, которые редиректят на Амазон. Вот. Но лучше, конечно, если есть возможность работать напрямую с Амазоном. С Амазоном, потому что у тех партнёрок у них тоже довольно суровые требования. То есть, там нет такой халявы, что ты там через сторонние партнёрки входишь на Амазон и можешь лить там, как бы, трафик. Лить трафик – это, ну, перенаправлять пользователей. Так, как я уже вчера говорил, мне чуть-чуть сложновато. Я, даже не то, чтобы особо сложновато, я не очень хочу ориентироваться на прямо супер-супер начинающих пользователей, да, потому что мне будет сложно говорить, я каждое слово буду объяснять, и в итоге я просто уставать буду. То есть, чтобы вот, как бы, меня понимать, вы должны так относительно шарить в этой теме. Вот. Если не понимаете, вот задавайте вопросы в чате, и я буду отвечать. Вот. На конкретные вопросы, даже если, неважно, они там тупые, нобские, пофиг. Вот. Потому что я то самое, нет, не сразу всё это узнал, то, что рассказываю вам. Вот. Я же постоянно сижу, смотрю, вот так бы. И мне тоже помогают какие-то блоги сторонние, люди помогали и помогают. Modern Class. Вот. И тут, смотрите, получается, если мы нажмём на картинку напрямую, так, с какой-нибудь ещё интересной, товар хочешь найти, сейчас. The Unbreakable Mechanical Pen. Короче, не кончающаяся, типа, механическая ручка. Я видел отзыв чувака, который чуть ли то ли не в суд на них подал, за то, что у него всё же кончилась эта ручка. То есть, они, типа, обманывают, якобы, да? Типа, Unbreakable, якобы, ли это, типа, не кончающаяся ручка. На самом деле, она, как бы, закончилась у него. Он, типа, записал на видео и, типа, подал в суд, что они обманывают людей. Вот, ну... О, диван какой модный. Диван модный, синенький такой. Чачо Гормит Маф Клаб. Тут, как видите, много всего тоже интересного. Предположим, ручка. Вот я на неё нажал, и мы сразу перешли на партнёрку. Видите? Без каких-либо... Но при этом на сайте есть отдельная страница с описанием этой ручки. То есть, если вот мы... Я нажму на заголовок, то мы перейдём именно на страницу внутри этого сайта с описанием этой ручки. То есть, и это обязательно должно быть. Вот. Тут, получается, описание тоже. Смотрите, он не заморачивается. У него нету больших описаний. У него вообще, в принципе, ничего нет. У него только вот цена есть. Описание мелкое. И картинка, даже одна картинка. Чеки Тауды, видите? Всё, достаточно. Но он больше не парится. Вот. Есть там, сейчас покажу, если я дойду до других блогов. Вот они прямо заморачиваются с описаниями, со всеми этими штуками. Они заморачиваются. Вот это прикольно. За этот, за телевизор вешается такая, типа, подсветка. За стену. И он прямо за стеной так светит. Клёво светит. Прикольно тем. Вот. У меня телека нет, поэтому мне как бы пофиг. Но тема интересная. Так, они очень громкие и не сохраняют. Ничего они не сохранят. Может быть у них заплачет звук вообще, да? И вот, нахрен. Звук мне нужен. Так, потому что у меня наполовину в громкости. 50% в громкости, а они очень громкие. О, тоже этот, бум. Гербер. Гербер. Классные ножи. Тоже одна из тематик. Сделать сайт с ножами. То есть, у того же Гербера, например, смотрите, у них тут тонна просто разных ножей. Найфс, допустим. Найфс, давай, Найфс. Вот. И ножи реально офигенные. Вот они, конечно, и стоят нормально. И можно замутить сайт с ножами, где делать там обзоры ножей, еще что-то. Сайт и приложение. То есть, когда я говорю сайт, это и то, и другое, понимаете? То есть, у меня сейчас уже в голове сразу я делаю и то, и другое, и продвигаю то, и другое. И на приложение я сейчас обычно трачу больше усилий, чем на сайты. То есть, иногда сайт у меня даже такой совсем получается простенький, а с приложением я сижу и работаю. И работаю. Ого, это что такое? Супер нож какой-то тоже? Ага, так может, типа... Типа ты такой, типа... Вояка будешь. Складывается, прикольно, да. Складывается, маленький. Клево-клево, слушайте, смотрите, он типа здоровый такой, да, а потом складывается. А, еще раз покажи, как он складывается. Ага, то есть, можно в карман куда-то его засунуть, а потом высунуть. Ну, так, наверное, все равно неудобно. Там хлеб какой-то парится, или еще что-то на природе. Вот, естественно, этот создан не для того, чтобы ты как мамкин бояка бегал по улице, а как на деле. Она, мне кажется, не очень удобна. Разберпи. Tactical Self-Defense Pen. Видите, чего тут только нету. Чего тут только нету. И вот этот именно сайт, он, да, создан по таким вот всяким самым интересным штукам. То есть, всегда заходишь, смотришь и офигеваешь. Чего тут, чего только нету. Вот, но вот именно таких сайтов уже дофигища, если честно. Ну, можно, конечно, тоже эта тематика имеет место быть, ее создавать с нуля, похожий сайт. Вот, но их уже очень много. Self-Defense, Microknife, Rinkogo, вот таким. Прям стоп, мне же копаря какой-нибудь. Бедный копарь. Так, что тут есть еще? Друзья, кто меня сейчас смотрит, вы напишите мне, интересно вам это или нет. Просто какой-нибудь плюсик поставьте, напишите, интересно или нет, чтобы я знал, что кто-то меня смотрит. Я буду делать это даже, если никто не смотрит, потому что в любом случае мне это видео выкладывать на мегатоп людям, которые, скорее всего, посмотрят. Вот, но сейчас, вот именно на стриме, если вы смотрите, если вам интересно или, может, какие-то у вас вопросы есть, как я уже сказал, даже самый обычный вопрос. Вот, вы напишите, чтобы я знал. Так, мини-Нинтендо. Мини, что это такое, дэнди какая-то? Мистяк. Тоже тема, смотрите. Маскарадные костюмы. Офигенно. Так, столько он показывает на маскарадных костюмах какие-то странные. Но можно сделать, вот можно сделать всякие такие костюмы, сайт отдельный с такими костюмами. Понимаете? Тем более, у нас всякие Хэллоуины сейчас довольно популярны. Вот. И я лил на Адметат. На Адметат, где был сайт что-то типа, ну, костюмы, короче, для Хэллоуина и для прочего. Вот. Я как раз перед Хэллоуином лил на Адметат. Как раз хотел чуть подзаработать. Вот. И примерно там получилась статистика, что я слил в ноль где-то. То есть, я потратил около 50 тысяч рублей на трафик и получил где-то заказов где-то около 50 тысяч. То есть, ничего я особо не заработал. Вот. Но, но эта тема тоже актуальна. Тоже актуальна. И если создать какой-то сайт, особенно если вы по этой теме, как бы, вам все костюмы нравятся. Вообще, клево. Клево, серьезно. Вот. И тут, смотрите, конкуренция тут не очень большая. То есть, тут всего вот 160 костюмов таких. Интересно. На маскарад костюмс. Правильно. Может быть, если по All Departments искать маскарад костюмс будет больше. И тут по All Departments искать, если 3000. Потому что, наверное, она не только в этой категории, а еще в категории, вот, допустим, вот эта вот категория, да? А, или что это такое? Или тамагаз? Вот. В общем, вы поняли, да? Можно, можно искать тут костюмы такие, да? Это же дикий костюм, конечно. Так, а это че? Дичь, дичь, дичь. Интересно, как в реале выглядит оно. Вот, сзади там еще, смотрите. А, это, это спереди, это сзади. Так, ладно. Че тут еще есть? Спирал, blend, blend, knife еще есть. FPS Gaming, side attachment, типа, прицел, прицел, типа, blade. А, это мелкий ножик тоже. Вот тема вот с ножами, конечно, да, интересно. Я, да. Хе-хе-хе. А, прикольно. Прикольно, прикольно еду. Всего два предложения о нем. Весь контент создает из заголовка, описание, цены, ссылки на партнерскую, на Amazon. И, собственно, и все. Больше тут ничего нет. Вот, но при этом сам сайт довольно прикольный. Бесконечная прокрутка есть, как видите. Вот, ищутся релевантные товары снизу, под каждым товаром. Еще один такой нюанс. Когда смотрел всякие интервью и читал всяких чуваков, которые, которые занимаются в этой теме, только они говорят, много трафика идет именно по ссылкам, не на сам товар, да, точнее, на сам товар, но покупает итоговый юзер, не сам товар. То есть, грубо говоря, юзера, в браузер себе после перехода юзеру попадает кука амазоновская, а он на Амазоне в итоге покупает что-то другое, но так как кука амазоновская принадлежит партнеру, то и, собственно, продажа будет закреплена за партнером. Поэтому, возможно, даже ваша цель, ваша и моя цель это не отправлять по каким-то особенным товарам, а, собственно, просто, чтобы по нашей партнерской ссылке как-то юзер переходил на сайт Амазона. Ого, что это такое? Тема для воркаута тоже интересная. Воркаут, сейчас я посмотрю, что там на Амазоне есть. Что там на Амазоне есть? Это какая-то странная тема. хотя, опять, странно ее. Не мне судить, люди, если занимаются, то, может быть, и норм. Вот, но видите, тут много есть тоже по воркауту всяких штук, под которые тоже можно замутить приложение, замутить сайт. вот там костюм. Жесть, жесть, жесть. Блин, ну интересно слушать. А в таком костюме походить было бы прикольно. Дичь. Реально дичь, да? Так, ладно. Че тут есть еще? Блин, у меня ощущение, что я вместо того, чтобы типа искать тематику для сайта и для приложения и зарабатывать на этом, вот я просто зависаю на этом этом и смотрю, выискиваю интересные какие-то товары, чтобы поугарать над ними. Кошелечек, кошелечек. Шейкер Бэтл, шейкер, шелтое какая-то вода. Странно. Pokemon Jim Batch Это еще такое... Так, я это не понял. Видите вот эту картинку? Эной Этрон Не понимаю, что это такое. Три продукта и что? Ringtone. Что-то создает звуки какие-то. Ага, это типа по-это, потроллить друзей. То есть, вы, короче, вниз ее куда-то цепляете и она начинает лепещать или что-то делать. То есть, у вас там друг сидит, а потом у нее начинает что-то пищать, и он начинает смотреть. Клево еще где-то камеру поставить такую. Вот. Если у вас друзей много, как-то... Не, ну хотя, блин, камеру каждому другу потом надоест задолбаешься. Но все равно клевая тема. Клевая тема, да? Чего только не придумают. По моему такому опыту, буржуи, они вот в плане подколов каких-то друг друга, они прямо красавчики. Мне кажется, у них просто как-то больше свободного времени, меньше проблем, и поэтому у них чуть-чуть мысли направлены на то, чтобы потроллить друг друга. Вот. Поэтому какие-то вот товары постоянно натыкаюсь на какие-то такие товары у буржуев. Ну, буржуи, я говорю, не этот, не с какой-то плохой целью, да, а буржуи для меня это американская типа аудитория, скажем так. Просто так быстрее называть, а то как по-другому называть там. Американская аудитория, да, ну это типа долго, а буржуи это буржуи, буржуи. А, сразу понятно. Вот. Спасибо. Непонятно какая-то штука. Типа стреляет какой-то фигней. автоматическая зубная щетка. То есть, вместо того, чтобы шаровать руками, зубы вы можете купить такой фигнём и радоваться. вот можно стрелять этими туалетной пастой, точнее этой бумагой туалетной. Дичь. Дичь просто. Ну, клёво, тоже клёво. На самом деле, как бы смешно не смешно, но сайты делать под такие тематики можно, да, то есть, можно чисто сайт сделать, там, подшути над другом какой-то, да, и все вот отсюда взять, все приколы над друзьями какие-то, да. Можно, можно много чего отсюда взять. О, карта. Ну, что ж, себе какую-нибудь фигню только на стену повесить. Бразилия, Бразилия, Русия, Русия. Ну, Австралия тут здоровая какая-то. Пол России, хотя, в принципе, да, она здоровая. И Китай тоже какой-то здоровый. Почти как, даже больше, чем пол России. интересная карта. Интересная карта. Так, что здесь есть еще? О, для ушей чистка есть, для ушей. это прикольная штука была. Так, давайте другие сайты покажу. Да, потому что я что-то на этом завис. Видите, насколько крутой сайт? Даже я на нем завис. Не говоря уж о обычном юзере, который по-любому на нем зависнет, если на него попадет. Вот еще вот это одно из соблюдений правил. На сайте должно быть написано, что если вы покупаете через сайт, то сайт может заработать в партнерскую комиссию. То есть, если вы эту фразу не напишите, то Amazon вас может забанить. Или не принять партнерку свою. Так, что тут есть? Электроника допустим. Смотрим, электроника. Это сайт, как я понимаю, уже с обзорами. Сейчас, конечно, этот, но вот Reviews, это обзор. Типа, или отзывы. Так, тут выводят какие-то окошки, ненавижу эти окошки. Вот, и тут лучшие, типа, зарядки для тачки. Да, это обзор лучших зарядок для тачки. И, собственно, вот она. Идет, получается. Он сначала пишет такая-то зарядка, такие у нее там, типа, штуки. Вот, порт 1, порт 2, типа. И ссылочка на Amazon. Вот, то есть, мы также клацаем. Тут уже чуть-чуть более длинный редирект, то есть, как видите, тут редирект на vclick.co, после этого редирект на Amazon, и уже потом на финальных, как на Amazon-сайт. интересно, знаете, что еще я кое-что посмотрю. Новый клик, который интересный. так, что-то прям. Новый клик, это его сайт какой-то? Ага, это его сайт, на котором, вот этот сайт, смотрите, вот этот сайт, который в самом начале в партнерке был, это его сайт, на котором стоит трекер, который редирект уже на конкретные товары. Вот. И этот, смотрите, как я понимаю, вот мы сейчас нажали сюда, и он переходит на поиск, понимаете? Он не переходит на конкретный товар, видите, он перешел на поиск. Если сюда мы нажмем, интересно, он на тот же поиск перейдет, или на другой какой-то? А, сюда перешел на конкретный товар, это тоже интересно, видите? так, тут, тут тоже поиск, но уже другой какой-то поиск. То есть он, а тут, да, да, наверное, короче, фишка следующая, после клика на эту фигню, на заголовок, ну, мое предположение, сейчас посмотрю, раф, нет, он сейчас на конкретный товар перешел, ладно, еще раз сюда, нажимаю, видите, есть заголовок товара, ZMA и Power Крюс, он переходит, он этот заголовок товара отправляет на выклик, а, слушайте, тут нету этого, может быть, он в скрытых параметрах каких-то отправляет, или ручками водит, короче, фишка в том, что тут вот этот заголовок, он идет в поиск Амазона, понимаете, то есть, это не конкретно товар, а он вводится в поиск, и Амазон уже сам выводит какой-то товар по этому запросу, так, но тут почему-то нету, ладно, ладно, я не знаю, как, почему он не выводит, наверное, All Department сможет нажать, так, то есть, вот это вот он находит такой здоровый запрос, только он находит что-то не то, то есть, тут, видите, я ввожу ручками, когда этот запрос, он что выводит, две зарядки каких-то унылых, а когда он ввел этот запрос, а, хотя, может быть, это то же самое, только, не, не то же самое, по-моему, хотя, не, наверное, то же самое, просто расположение, видите, тут можно, короче, всего он три нашел, да, и тут дальше семь этих, а тут, получается, два нашел, и СИОЛ6, короче, это нюансы Амазона, суть такая, да, что в самом верху получается, вот тут вот, в поиске находит этот товар, так, вот у него есть тут электроника, там, допустим, гейминг, какая-нибудь фигня, гейминг, фигня, гейминг, фигня, вот, допустим, наушники, что я говорил, что наушники попса, и не нужно их рекламить, вот как пример, причем, есть, видите, еще один, второй магаз, это Walmart, он тоже, как партнерский магаз, я думаю, крутой, вот, и с Walmart, я тоже посмотрю, как он работает, на каких условиях, вот, и как он выплачивает, может быть, я вместо Амазона, попробую поработать с Walmart, смотря, какие у него условия, партнерки, смотря, как он выплачивает деньги, и смотря, сколько минимум, уников, должен быть у сайта, или у приложений, принимает ли он приложение, и, ну, и, в общем, все эти нюансы, я узнаю, вот, но Walmart, тоже крутая тема, Walmart, крутая тема, и она должна работать, тоже, видите, тут 99 баксов, с free delivery, у Walmart, у Амазона, он показывает, от 184 евро, вот, наверное, тут какие-то есть нюансы, но, такая вот суть, так, наушники тут есть, давайте еще какую-нибудь категорию ткну, Home and Garden, Bedroom, 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 лучшие одеялки, лучшие одеялки, тут есть лучшие одеялки, вот, можно купить, Target, это тоже, насколько я помню, магаз, да-да-да, магаз, то есть, видите, он работает с тремя магазами, он с Walmart, работает с Amazon, и с Target, по Target, честно, ничего не знаю, я как-то слышал про него, но, вроде тоже, крупный какой-то магазин, но это все, что я знаю, и, как я понимаю, Target специализируется на всяких, штуках для дома, или, электроника у него тоже есть, Baby Kids, College Furniture, электроника есть, наверное, вот, Electronic for Kids, такое, такое себе, короче, электроники у него не особо, то есть, он более узкий магаз, как я понимаю, который специализируется на всяких полотенчиках, и товарах вообще для дома, вот, может быть, там мебель есть, это нужно тоже отдельно смотреть, но суть понятна вам, да, что, вот он магаз, точнее, вот сайт, и под него там, у него есть разные клевые штуки, так, что тут еще есть, что тут есть еще, Best Cash, Back Credit Cards, Cash Back Credit Cards, это что такое, это, наверное, сторонние партнерки, я так думаю, ну да, на Сетибанк, Сетибанк, партнерка, Сетибанк, я думаю, это Банков Америка, ну, вы поняли, короче, вы все поняли, так, поэтому сайту тоже все, так, и следующее, это следующее, что, вот, сайт, сайт, скажем так, в плане дизайна необычный, наверное, он может быть старенький, а может быть, это такая задумка, потому что, вот, видите, я сейчас листаю, и, как я понял, сайт больше посвящен всяким видео штукам, фото штукам, тут можно выбирать, подбирать по параметрам, разные камеры, вот, но я видел лично фотокамеры, только, я думаю, тут и видео есть камеры, вот, но он специализируется именно на этом, вот, и тут он выкладывает камеры со всеми параметрами, тут можно их, типа, сравнивать, как я помню, вот, допустим, вот, некоторые камеры, как я понимаю, есть на Амазоне, некоторые нету, но большинство есть, всего одной камеры нет на Амазоне, амазон, цена типа одна, так, и если бы я нажму, deploy, deploy, ads.com, интересно, что это такое deploy, ads.com, он, видите, тоже передиректнул, deploy, ads.com, deploy, deploy, и куда-то он редиректнул меня, так, 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 все, я сейчас буду заканчивать уже, потому что, во-первых, кушать надо, во-вторых, вроде как, миссию основную я сделаю, вот, ха, на deploy ads тоже, походу, у него, софт был, deploy ads на софт был, сбила страница с редиректом, making publishers more money, короче, как я понимаю, deploy ads это или его какой-то редиректор, или это партнерка, или скрипт, который дает какие-то вот, типа, таких вот, типа, блоков, да, может быть, я прав, может быть, не прав, это что-то необычное, вот, ну, сось так, а я снизу до коммента от этого, от комменты, как же они, от discuss, discuss, комменты, так, ну, все, на сегодня, я думаю, достаточно, вот, следующий стрим, будет так же, как и этот, то есть, непонятно, когда, когда мне захочется, и станет скучно, я захочу постримить, поэтому нет у меня какого-то там, супер расписания, вот, возможно, стримы на канале, на этом будут, да, невозможно, а, скорее всего, не только по, заработку, всяким темам, а просто будут по темам, каким-то, которые мне, скажем так, интересно, буду или сайты рассматривать, или видосики рассматривать, или на какие-то темы рассуждать, вот, поэтому это не только по заработку сайт, точнее, канал, а по, по всему, вот, если вам было это интересно, и хотели бы еще смотреть подобные стримы, то подписывайтесь на группу в телеграме, вот, она в твиче есть, снизу там ссылочка на группу в телеграме, есть на сайте, мегатоп, есть тема, которая, в которой я тоже уведомляю о стримах, но обычно уведомляю не супер заранее, а там за, за час-два до начала стрима, вот, ну, там, туда тоже можете там зайти, написать, если что-то, и, насколько я знаю, там, если вы напишите в теме, там есть уведомления, о новых сообщениях в теме, все, был рад опять провести стрим, если кому-то там понравилось, не понравилось, оставляйте отзывы в телеге, или на сайте, или еще чего-то, пришел под конец и не понял, ну, смотри, вкратце, да, если ты видишь, ты написал, вот, поэтому объясню, что я делал, вот, я выбирал тематику для сайта и для приложения, то есть, я занимаюсь тем, что зарабатываю на сайтах, я зарабатываю на приложениях, вот, на создании приложений, на продвижении приложений, и, собственно, мне платят партнерские программы, это моя такая, моя стезя жизненная, я всю жизнь этим занимаюсь, вот, и сейчас у меня цель найти тематику, под которой я буду делать сайт, и под которой я буду делать приложение, и найти тематику, которая удовлетворяла бы моим требованиям, требованиям, которые, когда у тематики не очень большая конкуренция, когда тематика интересна мне, когда у тематики есть рекламодатели, которые готовы платить за клик много, да, когда есть партнерка, да, тот же Amazon может платить, или AliExpress, который может платить нормальные деньги, вот, то есть, чтобы оно все вот сходилось, да, на самом деле там, как я уже говорил, много факторов, и на самом деле я не до конца понимаю все факторы, которые связаны, просто бывает, знаешь, находишь какие-то товары, вот, и ты смотришь на товары, и ты понимаешь, блин, вот эта тема, да, что ты до этого там, допустим, или не видел похожих сайтов с похожими товарами, да, или если видел, но ты как-то не думал об этом, вот, то есть, тут много, много разных нюансов, да, чтобы найти эту тему, вот, я сам не могу, как бы, все их описать, вот, но вкратце, вот я сейчас показывал именно о том, как примерно на что смотреть, на каких сайтах искать товары, да, которые можно было, было бы продавать, или какие приложения рассматривать, да, чтобы с них тоже можно было зарабатывать, вот, если вкратце примерно, так, вот, сегодняшний стрим, вчерашний стрим, тоже не такие были, вот, именно об этом, поэтому, следующие стримы, именно по заработку, я думаю, тоже будут об этом, потому что, как вы видите, я еще не подобрал тематику, какую-то, интересную, потому что, опять, для того, чтобы подобрать тематику, да, вот, это нужно потратить дофига времени, дофига времени, потому что, потом я в это все буду вливать, много своего времени, на контент, на продвижение, много буду вливать, и денег своих, то есть, если я сейчас ошибусь где-то, да, я какую-то найду, неинтересный мне товар какой-то, или что-то где-то не то сделаю, да, где много там конкуренции, допустим, да, не просчитаю, то потом я просто солью в деньги, и время в никуда, потом оно не выстрелит у меня, оно там, я собью на это, и потом в итоге я не продлю домен, и, собственно, все, я потрачу только свое время и деньги, а я этого не хочу, да, я хочу, чтобы то, что я сейчас буду искать, да, те тематики, они приносили мне хорошие деньги на протяжении хорошего количества времени. Вот такой вот был у меня, как миссия, моя миссия, вот, если кому-то это было интересно, вы подписывайтесь, как я уже сказал, в телеге, на сайте Мегатоп, и на Твиче вы ставите колокольчик, который будет уведомлять вас о следующих стримах, всем спасибо, всем пока.